Продолжаем разговор про ароматы 90-х. Ну вот это шедевр, шедеврище, Лярта Ди Гуччи, от Гуччи. Я так рада, что у меня есть этот аромат. У меня с ним связана очень личная история. Я рассказывала про эту личную историю, но еще не все, так же, как и про поэму, я оставила это на самый последний момент. Ну, пока еще я не опубликовала все. Просто обожаю. Это мед, это суперсексуальная роза и ваши эмоции вот в этом шедевре парфюмерного и бутылочного искусства. Так, что же есть у нас? У меня есть аж три Кейт Мосс, так же, как у меня есть три. Вот этот немножко уже почти закончился. И два в загашнике. Это такая английская роза. В Лондоне многие девушки пахнут вот именно такой английской розой. Мне так показалось, когда я там была. То есть это какое-то специальное у них направление. Они очень любят сады, ухаживать за садами. Англичане, я имею в виду. Может быть, и английские девушки. Но это в будущем. Вот такой парфюм. Хотя выглядит, как лак для ногтей от Кейт Мосс. У нее даже, по-моему, был такой лак для ногтей, лимитка. Но я не купила. Это у меня каботин, декаботин пастел. Он должен быть вот так. Выглядит вот такой вот белый. Это версия просто каботин гресс. Медовая, да? Но она больше, более разбеленная, чем та медовая. Кстати, та медовая версия у меня тоже есть в наборе. Вот у меня есть Каше Каше от Льбен. Я подозреваю, что это раньше, чем 90-е. Но раз уж в этой коробочке, ладно, покажу до пары. Просто красивая бутылочка. Обожаю. Пахнет, я не могу до сих пор понять, чем она пахнет. Не могу разведать. То ли она мне нравится, то ли нет. Ну, конечно, как я могу пройти мимо. Нина Ричи, красотка. Вот эта Бель. Лучшие малинки я вообще не знаю. Хотя знаю много малинных ароматов. И у меня даже есть видео, называется «Три волшебные малинки». Посмотрите обязательно. Это актуально даже сейчас. Я могу спокойно носить его в люди. Он ничего с ним не сделает. Этот аромат довольно-таки странный. Напоминает времена, когда мой отец использовал одеколон шипр. Но этот шипр не просто шипр. Он здесь какой-то вот более ночной и для женщины все же. Вы знаете, столько лет спустя, я думаю, может быть, и мне сейчас его носить, потому что он заиграл. Или у меня сменились вкусы, как и обычно. У людей меняются вкусы на парфюмерию. С модой на парфюмерию у людей стали намного быстрее развиваться вкусы и меняться эти вкусы. Давайте поговорим об этом как-нибудь в отдельном видео. Вот это Владимир Шанхай. Ну, это времена 90-х, когда все было ужасно в дефиците, и никто не мог достать опиум. А Владимир Шанхай можно было достать на какой-нибудь там барахолке. И девчонки могли позволить вот такую вот роскошь. Я тоже. Да я купила намного позже. Это у меня Сони Рикель для мужчин. И у меня есть такая же для женщин, но в зелененьком. Батарейка 3%. Как мне все успеть, как мне все успеть. Вот это халта. Это вещь. Я ее просто обожаю. У меня где-то есть без крышечки. А вот этот с крышечкой, это мой. Я сделаю все-таки отдельное видео еще раз, потому что я хочу постоянно к нему возвращаться. Это классика. Это не просто парфюм, это кутюр. Это вот именно кутюрный вариант от халстена. Он отличается очень сильно от обычного халстена, который тоже, кстати, неплох. Здесь у меня есть еще Версачи. Вот такая вот розочка. По-моему, это начало двухтысячных. Но она у меня сюда залетела. Просто кайф. Обожаю. Это Ромео Ти Джили. У меня есть вот такая версия, такая и еще третья где-то. Это уже тоже девяностые и начало двухтысячных. Об этом расскажу позже. Скажу только, что это пахнет надломленной веточкой, а это пахнет травой. Очень интересной, сухой травой. Так. Это у меня Жан-Франко Ферре. Просто прелестный аромат. Посмотрите на вот эту бутылочку. И Хо Маэстро Саймон Чанг. Все это начало девяностых. Я про них, скорее всего, сделаю тоже отдельное видео, потому что я не делала. Еще у меня есть Родье. Родье сделал свой аромат, который очень похож на Тиэри Меглэр. Вот это первая звезда вот эта. И вот вы узнаете, откуда ноги растут. Вот растут отсюда. Родье уже никто не знает, хотя это шикарная fashion designer firm. А Меглэр, он и везде Меглэр. Меглэр. Я люблю Тиэри Меглэр. Очень даже. Но носить его боюсь, потому что мне он ярковат. Хотя я и сама вроде не облеклая. Буду вытаскивать, если что, успею. Вот у меня есть такой вот аромат. Каталист. Это у меня Певерд Хиллс, по-моему. Расскажу отдельно. Эскадо. Маргарита Лэй. Прелесть. У меня есть рассказ про него. Вот опять же Ромео Джильди. У меня есть вот такой. Про него стоит рассказать. Тоже классный аромат. Так. И это, ребята. Я ничего не сломаю, но это я должна показать. Это же Дольче Вита. Девяностые. Дольче Вита. Она и в Африке Дольче Вита. Сладкая жизнь. Которую я вам всем желаю. И себе включительно. У меня есть здесь. Хэвен. От Шопар. Еще у меня есть вот такое чудо. Поппи Марэнни. Если я не успею сказать до свидания, это значит моя батарейка полностью исчезла. Вот. Это Лентради. По-моему, 1994 год. От Живанши. Флёр Лентради. Я делала такой репортаж. Посмотрите. Тут у меня есть Жан-Франко Ферре. Для мужчин. Я тоже это делала репортаж. Обязательно посмотрите. Тут у меня опять же есть Леонард. 90-е. И Бугатти. И у меня здесь получился аромат инкогмита. Вот все, что я... И вот еще Силенс. Это тоже 90-е. Прогулочка по своему родному району. Это исторический район. Называется Сен-Лоренс-Маркет район. Это самое знаменитое здание в Торонто. Оно историческое. Называется Флайт Айрон Билдинг. Это выглядит как утюг. Поэтому так назвали. А вот и я. Птички обрадовались. Поют песни. Все-таки 1 марта. Птички обрадовались.